Всем привет друзья! Возникла идея поэкспериментировать с новым форматом видео для моего канала. И если будет активность и поддержка с вашей стороны в виде лайков и комментариев, то я постараюсь поддерживать такой формат в будущем. А сегодня представляю вашему вниманию топ 10 простых лайфхаков в RR3, о которых знают не все. Чтобы не ошибаться с суммой, которую вы хотите получить за продаваемую вещь, особенно имея дело с шестизначными и более суммами, вместо ноликов указывайте другие цифры, повторяющиеся трижды. Таким образом вы избавите себя от пристального внимания к количеству выставленных нолей и последующей потери своих денег в случае ошибки. Не все знают, но например при прокачке опыта и использовании алкоголя, покрышек, ухи, нажав на соответствующую названию нужного предмета кнопку на клавиатуре при русской раскладке, выберется нужный вам предмет, что гораздо ускорит весь процесс по сравнению с обычным выбором мышкой. Эта же фишка работает например на барахолке при поиске товаров или в командном хранилище. Почти все рыбаки играют сразу с нескольких аккаунтов, без наличия двух мониторов бывает сложно отличить на каком аккаунте клюнула рыба, если используется поплавочная или доночная снасть на обеих аккаунтах. Можно конечно поменять звук поклевки на одном из них, но не все будут этим заниматься, да и зачем, если есть более простой способ. Просто заходим в настройки и на одном аккаунте выкручиваем звук на максимум, а на втором делаем громкость на два отделения ниже. И казалось бы все так просто, но это действительно работает и без проблем можно различить, где клюнула рыба по уровню громкости. Судя по вопросам на моих стримах, мало кто знает про схожие свойства соленых огурцов со свежающим отваром. По правде говоря я и сам узнал о том, что огурцы полученные в качестве подарка за один купон, в один клик полностью снимают эффект алкоголя без использования ухи. Важно знать, что купленные в обычном магазине огурцы применимы исключительно как еда. Видимо разработчики игры в этом деле знают толк, раздобавили такую полезную мелочь. Я не мог обойти стороной и не добавить в это видео, наверное, самый важный момент в прохождении промысловых заданий. Это выходы с игры. Если выйти в 50 минут игрового времени и зайти обратно в начале следующего часа, то игровое время с задания промысли у вас не отнимется и данные манипуляции можно проводить до бесконечности. Более подробно о выходах в промыслах я рассказал в отдельном видео, ссылку на которое вы найдете в описании. Следующий пункт скорее уточнение для новичков, нежели лайфхак, но все же важно знать, что большой отвар мастерства и обычный отвар мастерства это два отдельно существующих отвара и при использовании друг за другом не дадут двойного эффекта, а лишь деактивируют друг друга и работать будет только последний из использованных. Чтобы не выставлять вручную глубину на поплавочной снасти под выбранную яму, достаточно поставить на поплавочные удочки фидерные крючки, закинуть их в нужную точку, после чего спрятать удочки в рюкзак и поставить уже обычные крючки. Зайдя в настройку глубины, в следующий раз вы увидите, что там уже задана нужная глубина под выбранную вами ямку. Важно, при глубине более 10 метров автоматически будет выставляться максимально допустимые на шкале значения. Еще одна мелочь, которая сделает вашу игру вечерами приятнее. Раньше никогда не пользовался функцией в настройках звуков игры на отключение фоновых звуков. Убрав здесь галочку, вы в один клик избавитесь от надоедливых и громких криков без замены звуков в папке игры. Во время прохождения промыслов с выходами, о которых я вспоминал ранее в видео, очень часто клюет рыба в последние минуты игрового часа. И нужно очень быстро покинуть сервер игры, чтобы не слетело время. Для того, чтобы максимально быстро выйти с игры в любой момент, вам нужно разместить всплывающие окна поверх меню, чтобы все кнопки совпали таким образом, чтобы вы могли сделать тройной клик в одной точке экрана и мгновенно покинуть игру. Ну и последний пункт в данном топе, это тоже не совсем лайфхак, а скорее просто небольшой совет всем новичкам, и не только. Пользуйтесь форумом, там вы сможете найти множество ответов на свои вопросы по игре «Русская рыбалка 3», которых нету нигде, в том числе и на ютубе. Ну а на этом, думаю, можно завершить данный видеоролик. Некоторые пункты в данном видео могут показаться слишком простыми и банальными для опытного игрока. Но по моему мнению, большинство видео предназначенных для начинающих игроков. Ведь, чтобы удивить олда в этой игры, нужно снимать или вылов редкости, или открытие сундуков. Ничем подобным из ниже указанного я не занимаюсь, а видеоролики хоть иногда все же хочется добавлять. Поэтому в дальнейшем, возможно, буду выпускать подобные видео на разные темы. Ну а на этом все, всем спасибо за полный просмотр, поставленный лайк и подписку на мой канал. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok